Традиционная августовская педконференция. В преддверии 1 сентября в Большом зале городского дворца культуры собрались директоры школ и детсадов, чтобы проанализировать проделанную работу, а также обозначить приоритеты дальнейшего образовательного процесса. Какие вопросы затронули, знает наш корреспондент. Фойе городского ДК сегодня как выставочный центр. Экспозиции, проектные работы и стенды, фотоколлажи, презентации и эссе. Изюминка выставки – республиканский проект «Моя страна, мое Приднестровье». Тут же бендеры в миниатюре. Все это труды педагогов и юных бендерчан. Предваряют педагогическую конференцию. Бендерам есть чем гордиться. Отмечают не только победителей, но и всех участников. С большой радостью мы отмечаем, что после пандемийных лет процент результативности участия наших ребят в олимпиадном движении, а также в исследовательском обществе учащихся увеличился. Увеличилось количество участников, а также процент результативности. Нашу команду в этом году на республике представляли 30 учащихся. В этом году была сформирована на республику команда только из 11-ти классников. Мы гордимся нашими учениками, которые получили стопроцентный балл. В лидерах теоретический лицей, все три городские гимназии, 13-я школа, растет роль учреждений дополнительного образования, инновации во всем – от предметных дисциплин до спорта и досуга, обучения, воспитания и развития детей, то, над чем работают наши педагоги. На конференции обсуждают качество современного образования, говорят о слагаемых успеха, анализируют итоги года и строят планы на будущее. Этот год для нас был переходным. Школы нашего города постепенно переходили на новые государственные стандарты общего, среднего, полного образования. В этом году пилотными площадками стали первая гимназия, вторая гимназия и вторая школа. С этого учебного года все общеобразовательные школы города Пендера переходят на новый образовательный стандарт. То есть новый образовательный стандарт войдет уже в старшую школу. Приветствует малышей и теплые слова благодарности за такую важную и нужную работу. Все это вдохновляет на новые достижения, говорят педагоги. Образование было и остается важнейшей составляющей становления и развития каждого человека. Это залог успешного будущего. В вашем городе проводится значительная работа для того, чтобы вывести систему образования на качественно новый уровень. Вы тот ориентир, который вдохновляет учеников на открытие, формирует в его гражданскую позицию человеческие качества. Убежден, учителя города Бендеры целеустремленные, инициативные и творческие люди, искренне любящие свою работу, неизменно стремящиеся к повышению профессионального уровня. Примите слова искренней благодарности за ваш непростой и ответственный труд. Мероприятие началось с такой прекрасной, замечательной песни. Вашу честь, в честь педагогов. Тех людей, которые не жалея себя, не жалея сил своих, своего времени драгоценного, посвящают себя детям. Вы знаете, это не профессия педагога, это все-таки вот призвание, и я хочу вам сказать большое-большое спасибо за то, что вы делаете то, что вы делаете, и вам низкий поклон. Грамоты главы за многолетний добросовестный труд и особые отличия в работе. Сегодня наградили и заведующую детским садом номер 26 Галину Брагу. Более полувека в профессии восемь педагогов получили звание заслуженных. От информатизации до развития личности и формирования ценностей. После основных докладов заседания по секциям. Они пройдут в этот понедельник в городских школах. В этом году в Бендерах за парты сядут без малого 8 тысяч школьников. Почти восемь сотен из них переступят школьный порог впервые. Продолжение следует... Продолжение следует...